Всем привет! Меня зовут Мария и у нас сегодня с вами будет действительно полезный выпуск, как в принципе и все наши другие выпуски. И по-настоящему блестящий, потому что сегодня мы с вами поговорим про бюджетные аналоги самых крутых хайлайтеров all over the world. Это хайлайтеры профессиональной косметики, которые просто хотят заполучить женщины по всему миру. Поэтому, если вам интересно, чем же таким бюджетненьким заменить палетку Anastasia Beverly Hills? Вообще можно говорить Anastasia или это 50 кенков серого? В общем, смотрите на концах. Наша первая пара сегодня это палетка хайлайтеров Anastasia Beverly Hills Glow Kit в оттенке Moon Child. Это очень красивая палетка в голубых оттенках. Здесь 6 цветов от такого довольно насыщенного лилового до очень деликатного персикового. И аналог бюджетный. В качестве аналога я выбрала до хром хайлайтер от NYX в оттенке Twilight T. Такая была у меня миссия. Миссия у меня была такая. Мне хотелось найти средство, которое сможет своим финишем заменить все 6 оттенков от Anastasia. Сейчас нам нужно будет проверить, действительно финиши похожи или нет. Если честно, по поводу упаковки мне как-то хотелось большего. Я не знаю, кто там из фанатов NYX вообще, расскажите мне. Как-то мне кажется, все-таки для хайлайтера за 300 гривен, около того, без скидки, что-то хочется и побольше. Очень красиво, мне очень нравится. Мне напоминает вот что-то, да, такой какой-то морозный иней, как будто бы на окнах. Действительно, очень красиво переливается. И у этого хайлайтера явный голубой холодный подтон. То есть здесь даже без вариантов. Поэтому, если вы любите такое, то я думаю, этот хайлайтер вам должен подойти. Также не забываем еще и о том, что для того, чтобы хайлайтер держался целый день, никуда от вас не уходил и сидел как прибитый, мы используем фиксирующий спрей. И сюда тоже добавлю. Мне даже не будет стеснять этот прыщ. Да, я люблю шоколадное печенье на ночь. Это очень плохо, но у всех людей свои слабости. Надеюсь, вы меня простите. И, кстати, очень интересный момент, что у меня здесь нанесен бронзер, который отдает явно рыжиной. И в сочетании с этим хайлайтером бронзер становится более розовый. В общем, как вам? Мне кажется, очень похоже. Очень. Как для бюджетного аналога. Причем, попрошу заметить, у палетки Anastasia 6 оттенков. Конечно, их можно использовать и вместе, можно использовать и соло. Но этот малыш реально очень круто повторяет финиш. Следующая наша пара это хайлайтер Офра. Хайлайтер Офра, да-да-да. Я как-то помню, мы в блоге даже разыгрывали его. И, господи, как же повезло этой счастливице. Хайлайтер Офра я на сегодняшнее наше видео взяла за основу в оттенке Blissful. Это такой светло-золотисто-бронзовый, немножко такой сливочный финиш, который нереально шикарно смотрится, как на девушках с муглой кожей, например. Вот у меня она оливковая. То есть, так же на девушках с очень бледной кожей, светлой, такой прям очень фарфоровый. А за аналог я взяла такую красоту, ребят, что просто я не знаю. Мое сердце больше не может стучаться спокойно. Это новые сердечки, новинки от бренда Makeup Revolution. Я уверена, вы их все видели. Они называются Eye Heart Revolution. И я сегодня хочу доказать, что финиш у этого сердечка будет очень похож на хайлайтер Офра. Прямо сейчас мы с вами это узнаем. Конечно, мы опять-таки эти все оттенки можем использовать соло. Давайте я сейчас так вот как-то покажу. Понятно, этот будет очень пигментированным, таким алым. Этот будет таким светло-розовым, персиковым. Это будет такое жидкое золото. Это такие брызги шампанского. И очень пигментированный такой желто-золотистый. То есть, как вы видите, этот хайлайтер будет очень универсальный еще и в том плане, что вы можете его купить и спокойно себе делать полный макияж. Я, честно, не хочу врать. По-моему, сейчас этот хайлайтер стоит 190 гривен. И вы с его помощью можете просто себе сделать полный макияж. Здесь у вас и хайлайтер, и бронзер, и румяна, и тени. В общем, 5 в 1 на секунду. Просто посмотрите. Мне кажется, это так красиво, честно. Вот чтобы вся бюджетная косметика, доступная, так мило выглядела. Этот хайлайтер даже можно на подарок подарить. Понимаете? И стыдно не будет. В общем, давайте, давайте. Я сейчас это сделаю. Просто вдруг есть. Эти все хайлайтеры я пробую, цитирую впервые вместе с вами. Поэтому, если мне что-то не получится, вы об этом узнаете первыми. Так, вот так вот намешиваем все. Здесь и брызги шампанского, и немножко... Ну вот, честно, розовинка уходит. Вот, если вам страшно, что я вот так вот натыкала кисточкой, и там останется все розовое, давайте вторую скулу. То нет. С розовинка это уходит. Остается только очень красивый, нереально роскошный перелик. Вы знаете, вот этот вот сливочный такой финиш, такой, вы знаете, как вот такая одна полосочка, даже вот немножко оно выглядит, такая одна золотистая полосочка. Это общее, действительно, у Офры и у этого бюджетного друга. Мне кажется, очень достойно, честно. И пигментировано, скажем, в меру, но в то же время действительно видно, что у вас хайлайтер. Он не мешается с вашим цветом лица настолько, что вообще непонятно, наносили вы что-то или нет. Следующий герой у нас на очереди. Это палетка от BH Cosmetics, которая называется Nude Rose Highlight for Color Highlighter Palette. В общем, ладно, мы поняли. Эта палетка в районе стоит 500 гривен, в общем, тоже врать не буду, все ссылочки оставлю. Эта палетка, знаете, такой розовый мут, цвет настроения розовый. Два золотистых оттенка, один розовый и один такой, скажем, здесь он, в принципе, кажется таким каким-то лимонно-белым, но на деле он тоже розоватый. И тут, глядя на вот это, мы видим вот это. Спрашивается, Ruby Rose, зачем что-то придумывать, если уже все придумано за Ruby Rose? Но я вам скажу, палетки Ruby Rose это действительно какая-то легенда. Я здесь также, кстати, оставлю ссылочку на видео, где я делала макияж полностью средствами Ruby Rose. Я вам скажу честно, там вот была у меня палетка хайлайтеров, немножко другая, там она была не в квадратике, а в кружочке. И эта палетка шикарная, я ей пользуюсь до сих пор. То есть, Ruby Rose копирует, но копирует круто. И палетка еще тоже у них есть очень популярная, в коричнево-таких красновато-кирпичных оттенках, тоже очень крутая. Я просто эту палетку использовала чуть ли не до дыр. И я вам скажу честно, у меня есть палетка теней BH Cosmetics, так вот та, которая Ruby Rose мне нравится больше. Причем разница в тене у них в 5 раз, скажем, отличается, да? Поэтому на этот раз я тоже решила столкнуть лбами BH Cosmetics и Ruby Rose. Поэтому прямо сейчас мы с вами тоже посмотрим. Первый оттенок, он, смотрите, такой сливочный. На руке выглядит как жидкий такой хайлайтер. Мне чем-то напоминает жидкую версию Mary Dew, хайлайтер от The Balm новый. Так, второй, который у нас должен быть типа розовый по версии BH. Нет, у Ruby Rose он такой, видите, прям белый, прям иний-инний. Но иний не такой, как был у NYX с голубым отливом, а такой желтоватый. Роза, кстати, очень интересная. Посмотрите, она отдает желтизной. Голубой был, желтый был такой лимонный, красивый бронзовый. На десерт еще будет тоже очень красивый. А сейчас, значит, будет розовый. Смесь румян, смесь румян и хайлайтеров. Я вообще, вы знаете, даже не знаю сегодня, кто мой фаворит, если честно. Мне вот все нравится. Не знаю, может, такое настроение все нравится. И как раз очень удачно дополняет хайлайтер вот мой румянец. Ну как вам, ребят? Мне вообще очень нравится. Жидкий, кстати, будет прикольно использовать на галочку верхние губы. Сейчас я сделаю это. Конечно, немножко запачкаю помаду, но... Так, раз. Раз. Клеопатра. На десерт моя любовь. Becca Cosmetics. Кто меня знает, знает, что я просто без ума от сухого и жидкого... В принципе, тоже хайлайтера от Becca. Моя Becca-чка, моя Becca-чка, моя Becca-чка. Но я все-таки попробовала найти бюджетный аналог этой красотки. И у меня в руках потрясающий красоты хайлайтер Malva Cosmetics в оттенке 03. У него даже нет никакого суперназвания. Да, он похож на Becca, он более все-таки рыжеватый, более бронзоватый. Но тоже в этой вот, знаете, такой какой-то восточной, что ли... Такое какое-то вот восточное вдохновение. Мне сразу вот хочется такие стрелки черные сделать. Вот такой бронзовый хайлайтер. Давайте сразу скажу, что Becca это не для тех, кто боится блеска. Becca в оттенке Opal, по крайней мере, Opal, Opal, она довольно такая рыжеватая, бронзоватая. Это не просто такой, знаете, хайлайтер для тех, кто боится. Это хайлайтер для тех, кто ничего не боится. В принципе, Malva Cosmetics тоже из этой серии. И мне кажется, он очень похож. Он такой больше с рыжинкой, как по мне. Этот хайлайтер стоит далеко не как Becca и даже не как миниатюра Becca. Это очень круто. Я раньше считала вообще, что все бюджеты хайлайтера это плохо. Что не нужно их покупать, что нужно вот уже потратиться на один на хороший и ничего подобного. Наш сегодняшний обзор вот прям вот доказал, что они все хороши. Вот честно. Вот они прям реально все хороши. Я даже не знаю, кто мне сегодня понравился больше всего. Но, наверное, сердце. Потому что оно круто, сердце. Если это видео вам понравилось, я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат, где мы более общаемся естественно, общаемся ближе, как по мне, общаемся своими словами. И пишите также аналоги, на что вы бы хотели увидеть в следующий раз. Всем спасибо, что посмотрели. Я вас very hard, very love. И вообще всем шикарного вечера, дня и ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok